Фантазм Фантазм намного опередил свою эпоху. Я думаю, в фантазме есть много того, чего люди не видели раньше. Это ужасник, но где-то в середине фильм превращается в научную фантастику. Это так необычно. Фантазм Для меня важно, что наши усилия до сих пор вознаграждаются. Фантазм? Да. На протяжении лет тайна, созданная нами в первом фантазме, привлекала внимание людей. Фантазмагория. Пусть тайная станет явным. Рассказывает Пол Пепперман. В первый день я пришел на студию, а там сидел Дон. Нас познакомили. Он спросил мне, кем я хочу стать. Я ответил, что адвокатом. Я спросил, кем хочет быть он. Он ответил, что режиссером. Первый мой фильм назывался «Джим чемпион мира». Я написал его сценарий вместе с Крейгом Митчеллом. Рассказывает Дон Каскарелли. Мы вместе его режиссировали. Я начал работать над ним в роли ассистента режиссера и производственного менеджера. Это была история о футболисте-школьнике. У него был отец-алкоголик. Я сыграл отца, который насилует своего мальчика. Чтобы войти в роль, я шутил и строил рожи. Рассказывает Ангус Крим. Вот такие. Думаю, что Дон это засек. Может, это и побудило его дать мне роль высокого человека. Следующий фильм назывался «Кэнни и компания». Он был снят так же, как и «Джим чемпион мира». На очень ничтожный бюджет. Действие происходит через 4-5 дней после Хэллоуина. В одной сцене рука монстра ложится ему на плечо. Он подпрыгивает, и зрители с ним. Дон увидел, как это весело сидеть в зале и слушать, как все кричат. Думаю, так ему и захотелось снять ужастик, чтобы все время получать удовольствие. Детали. Пол Пепперман сыграл монстра. Было очень трудно найти детей, которые сумели бы сыграть в фильме. На этом фильме я познакомился с одним из лучших, по моему мнению, детей актеров. С Майклом Болдуином. А также с актером, который снялся не только в моем первом фильме, но и во всех последующих. С Реджи Баннистером. Будьте особо осторожны, с конфетами и попкорном, ведь люди подкладывают в них лезвие и крысиный яд. Ранние фильмы стали тренировкой. На них я многому научился. Многие актеры из Кенни перекочевали в фантазм. Кен Джонс, Терри Келбас. Я начал собирать себе труппу актеров. Мэри Эллен Шоу, которые снялись и в фантазме. Что такое фантазм? Это плод воображения, фантастика. Тело человека оказывается там, где ему быть не следует. Очень много странного. Эд Грэм постоянно использовал это слово в своих работах. Оттуда мы его и взяли. Фантазм. Меня всегда привлекал американский способ смерти. То, как забирали тела. Над трупами проводились странные процедуры. После них трупы выглядели по-иному. Пышные церемонии погребения. Очень странно. Я решил, что тема эта интересна для ужастика. Думаешь, ты идешь на небеса? Ты попадаешь к нам. Идея сюжета пришла из сна. Еще когда я был подростком, мне приснился сон. За мной по коридору гонялся летающий шар. Я поехал на дачу, в горы, за Лос-Анджелесом. Я провел там пару недель. Отличное место. Дача вдалек цивилизации. Ночью там бывало жутковато. И Дон писал. Маленькие происшествия на даче наталкивали меня на мысли. Я пил колу из стаканчика. Допил и просунул палец через его дно. Так я придумал отрезанные пальцы. Время было забавное. Я был один. С тех пор я такого не делал. Надо будет попробовать еще. На то время ему было всего 22 года. Он снимал свой третий художественный фильм. Он был очень самоуверен. Я не только режиссировал и писал, но сам и снимал, и монтировал. Пришлось. С самого начала семья Дона принимала участие в его фильмах. Отец Дона был одним из его инвесторов. Он нашел деньги для второго и третьего фильмов и вложил свои. Рассказывает Каскарелли, продюсер. Фильмы были низкобюджетные. Тысяч четыреста. Он поддерживал, хотел знать, что мы снимаем лучшим образом. Хотел вернуть свои деньги. Моя жена Кейт Каскарелли. Она написала шесть отличных романов. И стала лучшим писателем в Нью-Йорк Таймс. Она работала с Доном, помогала, когда нужно. И стала членом команды. Мать Дона стала мне как родная. Она занималась костюмами, гримом. Кейт отвела меня к портному Бенни. Портной Бенни с Лонг Бич. Ангус Крим, сыгравший высокого человека. Не знаю, спросила ли она мужа, но взяла его черный костюм. Один из лучших. Портной перешил его, сузил рукава и штанины. И, конечно, была кровавая булавка. Обязательно. А еще мне пришлось похудеть на 13 килограммов. Ангус Крим был парнем Рори. Он снялся в первом фильме Дона. Он также был в массовке Кэнни и Компания. Я подошел к нему и сказал, для тебя есть роль. В новом фильме ты сыграешь пришельца. Он ответил, отлично. И с какой страны я ответил? О нет, ты из другого мира. Он решил, что для него это прогресс. Но в конце он сыграл Ангуса Скрима в «Фантазме». Ангус Скрим в роли высокого человека. Меня часто спрашивают, какого я роста. Он не очень высокий. Дон, наверное, даже выше высокого человека. В детстве я был толстым. Но затем быстро вытянулся до 195 сантиметров. Но выше я никогда не был. И старее вы поймете, что с возрастом скелет становится ниже. Теперь мой рост 185 сантиметров. Дон Каскарелли выше меня. Он не ниже 198 сантиметров. Дело в классных кожаных ботинках, которые нашла художник по костюмам, моя мама. Мне дали огромные ботинки на платформе. Сапожник сделал их выше, добавил около 7 сантиметров. Так что на каблуках и в костюме он не ниже двух метров. Если заметили камера, особенно в первом фильме, стояла ниже меня, чтобы вы смотрели снизу вверх на высокого человека. Покороны вот-вот начнутся, сэр! Думаю, в этой сцене мы жульничали. Он стоял на коробке. Ангус вошел в роль. В гриме и в туфлях, которые добавляли роста, в галстуке он стоял в стороне, никто к нему не подходил. Его обходила даже съемочная группа. Я тебя ждал. Прыжок высокого человека через окно – первая сцена, которую мы сняли. Пока не сняли все как нужно, мне пришлось прыгать через 3-4 слоя фарш-стекла. Он сам выполнял все трюки. У высокого человека не было каскадера. Он сам прыгал в яму прямо, как солдат. Просто отважный актер. Нам повезло с Кэти Лестер. Она отлично подошла на эту роль. Тогда я надела свое голубое платье из джерси. Одела его на пробы. Решила показать фигуру. Прошли пробы. Вскоре Дон перезвонил. Кэти Лестер, сыгравшая «Даму в голубом». Он сказал, что у меня есть чувственность. Ему это понравилось. Он сказал, знаешь, ты сыграешь «Даму в голубом». Так в этом фильме появилось это голубое платье. Я не помню, чтобы «Дама в голубом» была в первом сценарии. Не помню. Он лишь позднее объяснил мне, что я сыграю женское воплощение высокого человека. Врезка очень интересная. В самом конце фильма. Я смотрю вниз на Реджи, и вдруг вы видите лицо Ангуса. Не думаю, чтобы это было понятно. Внезапно она превращается в высокого человека. Интересная идея. Для того и нужны врезки. Позднее это был бы видеоэффект. Я и не знал, что у меня есть альтер-эго. Оно красивое. Пока фильм не увидел, не знал о том, что выкинул Дон. Он не потрудился ничего объяснить во время съемок. В истории высокого человека сбивается реальность и время. Все не то, чем кажется. Я хотел выбить зрителей с колеи, чтобы высокий человек оставался страшным. Вначале я должна была сниматься в лифчике. Я подумала, ну и ладно. Мы сделали грим, был мой выход. Открываю двери, и слышу, как парни говорят, «Давайте, выводите ее!» Я же сказала, «Нет, я буду сниматься только в закрытом месте». Кэти не хотела играть обнаженной. Ну, это понятно. Дон сказал, «Ты согласна на дублершу?» Не стоит и упоминать, что когда мы с мамой пошли на премьеру, и я увидела огромные голые сиськи, предположительно мои, я закричала. Затем ко мне обернулась мама и сказала, «Надо было самой сниматься, твои лучше». Трусы тоже не мои. Привет, Реджи. Реджи – мороженщик. Он любит детей, любит играть музыку. Отличный парень, верный друг. Думаю, что это ясно. Особенно к концу картины, когда Реджи оплакивает Джоди с Майком. Реджи Баннистер, сыгравший роль Реджи. Видно, что он просто хотел открыть свое кафе и играть в нем. Мы поехали в кафе, в Эльхамбер, Калифорния. Для меня построили небольшую сцену. И прямо там я записал три свои песни. Мы с Биллом сидим на крыльце и поем. Я был очень рад, ведь в фильме звучала моя музыка. Билл был музыкантом. Я спросил его, «Билл, что у тебя?» В то время он играл в группе. Мы просто начали играть. Билл Сорнбурри, сыгравший роль Джоди. Мы взяли такой вот ритм. Сижу я здесь с полуночи. Сижу, пока не взойдет луна. Он сказал, что так можно продолжать. Я ответил, что это неплохо, но нам нужно секунд 30. Я предложил, чтобы после этого мы перешли к инструменталке. И я сыграл вот эту часть. Живая музыка. Прямо там. Видно, что парни играли вживую. В полночь. Он был хорошим музыкантом и до сих пор есть. Спасибо. Очень милая сцена. Майкл Болдуин, сыгравший роль Майка. Можно отдохнуть от напряжения. Это классно. Там есть и моя музыка, и музыка Билла. Вы знаете, что мою музыку вырезали. Отношения между актерами фантазма это особая часть этих фильмов. Для нас. Надеюсь, это видно. Видно на экране. Думаю, что да. Отношения и дружба это больше, чем просто работа над картиной. Я тянулся за ними. Мы стали братьями. Мы нравились друг другу. Я был еще ребенком. Я был всего лет на 10 старше. Мне было 23, а ему 13. Как это снимать ребенка? Смотря кого спросить. Он меня очень раздражал. Если спросить меня, я отвечу, просто супер. Если вы ребенок лет 11-12 и смотрите первый фантазм, вы все видите глазами Майка. Он очень крутой. У него были ножи, бомбы, которыми он высаживал двери. Даже 45-й калибр. Это же круто. На съемках был мотоцикл, поэтому, когда я не снимался, то прыгал в седло и гнал. Снимать фильм это клево. Намного веселее в 13 лет, чем когда ты уже становишься старше. Если же спросить других, они могут ответить, бог мой, это ужас. Он был липучкой. Я это ненавидела, выходила из себя. Он обернулся и увидел меня. В кустах. Я держу нож. Пока меня снимают, я смотрю на Майка, он корчил мне жуткие рожи и говорил гадости. Ну, возможно. Я пыталась хранить серьезное выражение лица. Хуже всего, Майк вел себя в сцене, где Реджи выбегает из похоронного дома. Мы привезли огромный вентилятор. Он создавал ветер. Поверьте, я хотела снять эту сцену с первого раза. Я замерзла, я была вся в грязи. Я была зла, потому что милашка Майкл кидал камни прямо перед вентилятором. Да, мне попало пару раз. Это единственное, что они запомнили. Да они уже старики, больше ничего припомнить не могут. Вот и говорят он, камни, камни бросал перед вентилятором. Есть куча фанов фантазма, которые просто обожают эту машину. Любят машину. Машина была крутая. Не помню, кто нам подкинул идею с Барракудой. Когда я учился в школе, у одного парня был новенький Плимут Барракуда. Прекрасная машина. Мы все ему завидовали. Когда я решал, на какой машине будут ездить братья, вспомнил о ней. Машина из первого фантазма была Плимут Барракуда 71-го года. Мы нашли машину, которую переделали в то, что вы видите в фильме. Мой брат занимался тюнингом машин. Он ее украсил, раскрасил золотом по бокам. Мне казалось, что ее подогнали под меня. Это была Хэмми Куда, другая модель, но мы ее переделали. В первой картине машина Майка и Джоди была их достоянием. Они вместе за ней ухаживали. Она даже стала частью их отношений. На этой машине я научился водить, на Барракуде. Билл научил меня водить. Подростку ее водить непросто. Там сложная коробка и очень тугие тормоза. Было очень весело. Машина крутая, точно. После съемок машина исчезла. Не знаю, продали ее или угнали, но она исчезла. Ее так и не нашли. Когда гномы вылезают на кладбище, это сдвиг времени и пространства. Ведь фантазм основан на сюрреализме. Я поддался влиянию Уншена и Дилюса, персонажа Сальвадора Дали. Простейший киноэффект. Мы положили коробку на стол, включили камеру, затем я быстро ее забрал. Никто не шевелился. Так и вышло, что коробка исчезала и появлялась. Мне это нравится. Я был удивлен, когда узнал, насколько все просто. Думаю, мы вам сейчас покажем. Я на секунду перестану говорить. Вы видите, как вдруг здесь появилась коробка. Просто магия. Я опять замолчу. Видите, она опять исчезла. Мэриэль Шоу играет роль провидицы из «Фантазма». Она знает больше, чем говорит. Родители мальчика мертвы. Брат мечется и может отослать его куда-нибудь. Это сильные кадры. Именно они привлекли внимание молодежи. Это его суть, понятная людям. Никто не хочет быть одиноким. Все дело в ваших отношениях. Мы показали настоящую любовь между Джоди и Майком. Она стала неотъемлемой частью нашего фильма. У нас был план съемок «Фантазма». Мы заранее предвидели все трудности со спецэффектами серебряного шара. Мы обратились к человеку по имени Уилл Гримм. Милый парень с прошлым. На то время он создавал огромные вращающиеся стенды для рекламы машин. К нему обращались за большими предметами. Не знаю, что он подумал, когда мы к нему пришли. Я пришел с Полом Пепперманом, нашим продюсером. Мы объяснили, что снимаем фильм и что нам нужен особый потусторонний летающий и сверлящий прибор. и чтобы кровь текла. Он сказал, нарисуйте форму клинков. Я набросал эскиз лезвия, который позднее стал нашим брендом. Он его изготовил. Мы дали ему чертежи, но он придумал свои собственные. Он предложил, чтобы вместо одного универсального шара было несколько с разными функциями. Чтобы получить в фильме нужный эффект, мы сделали очень много разных серебряных шаров и их частей. У нас был профильный шар с лезвиями. Лезвия выскакивали механически. Сверло выдвигалось. К нему была присоединена длинная дрель. Мы снимали сбоку, как она входит в голову. У нас еще был шар с кровью. Половина шара с дыркой в боку, через которую качали кровь. От нее шла трубка в руках актера. Он скрывал ее в своей руке. Мы были просто потрясены его работой. Он вручил нам счет. Конечно, то были 70-е, но вся сумма не превышала 900 долларов. В этой сцене, где льется кровь, он падает. Затем мы использовали жидкость, похожую на мочу. Но когда мы показали фильм комитету по цензуре, они сказали, что из-за этой сцены запретят фильм. Слишком уж все натуралистично. Мы пытались им объяснить, что это была просто шутка, и что в жизни все не так, и что все зрители поймут, что происходит, но они на это не купились, поэтому нам пришлось заняться монтажом. Мы взяли ножницы и стерли номера кадров. Мы ничего не вырезали, но хотели создать такое впечатление, будто бы сделали это. Они опять не купились и хотели запретить фильм. В последнюю минуту один очень милый человек, который продавал фантазм, оказался приятелем члена совета. Он позвонил им и добился для нас разрешения, иначе бы нам его никогда не видать. Съемка шаров забавная. В первые пару дней мы не поняли, что они отзеркаливают, и пытались их подсвечивать. Направляли свет прямо на шары. Мы включали свет на всю, но шары не светились. где-то на третий день кто-то понял, что мы подсвечиваем не шар, а его отражение. Когда мы это поняли, все изменилось. Я много раз рассказываю эту шутку. Если присмотреться к каждому кадру шара, то в нем видно мое отражение. Во время съемок у нас возникали творческие идеи. В некоторых кадрах мы ставили перед шаром кусок стены с дыркой для объектива камеры. И вот за такими стенами мы прятали камеры. Было трудно заставить шары летать. В нашей команде был бывший бейсбольный питчер. Поэтому мы сделали шар из пластика, наполнили его песком. он стоял за камерой, ее ставили на реверс, и он бросал мяч над ней, в дальний конец коридора. Прокручивая пленку назад, казалось, что шар летит на камеру. Все вышло отлично. Конечно, мы вырезали ту часть, где мяч попадает в стену и разбивается в дребезги. Звуковые эффекты, они очень и очень важны. Рассказывает Кристофер Стоун, мастер по звуковым эффектам. Звукорежиссер первого фантазма был знаком со мной. Он попросил меня приехать и поговорить с Доном о добавлении особенных звуковых эффектов. Для звуколетящего шара я использовал свой голос. Все звуки для фантазма, исключая музыку, все звуковые эффекты гномов и других жутких личностей начинались вот так. Затем мы пропускали этот звук через маршал и декодер. А потом уже монтировали. Мы долго снимали этот фильм. Около двух лет. Может показаться скучным снимать один фильм два года. Я же радовался, ведь два года у меня была работа в киноиндустрии. Это необычно. Время от времени я говорил с ребятами, хотел знать, закончат ли они. Мы пытались снимать его как обычный фильм, но у нас ничего не вышло. Мы снимали дни девять, а потом все бросили. У нас были проблемы с законом, и просто не было смысла продолжать. В конце концов, мы начали снимать только по выходным дням. У нас было три полных дня съемок, а аппаратура арендовали только на один. Это важно. У нас не хватало денег. Посреди недели мы делали монтаж фильма, искали места съемок, готовились к следующим выходным. на протяжении целого года у нас было не более 50-60 съемочных дней. Поэтому между съемками мы много размышляли. Я все думал, что же выйдет из этого странного фильма, когда же это закончится. Много отснятого материала мы не использовали. Сценарий, по которому мы начали снимать фантазм, был часа на три. Мы все это отсняли. В нем было много о братьях, об их отношениях и девушках. В конце концов, у нас оказалось много материала, не связанного с сюжетом. Но он рассказывал о братьях. Я решил много из этого вырезать, ведь кое-что было забавным. Ну а кое-что не очень. Я учился, экспериментировал, кое-что удалось, кое-что нет. Но я остался доволен проделанной работой. Мы все творческие люди и очень старались. В фантазме всегда было несколько концовок. Мы не знали, какую из них поставить в финал. У первого фантазма была знаменитая концовка. О ней говорят на протяжении 20 лет. Исходная концовка попала в четвертый фантазм. Называется «История на дереве». Ангус свисал с дерева на веревке. Он посмотрел вниз на нас. А вся команда была одета в космические костюмы. Было очень холодно. А бедный Ангус... Ну, мы шли пить кофе и думали об ангусе, который висел на дереве. Мальчика преследует звук ветра, в котором ангус его зовет. Это классно, но недостаточно динамично для концовки фантазма. И еще с огнетушителем. Его обдают холодом из огнетушителя, и он растворяется. Эту сцену вырезали, потому что она была лишь очередным убийством высокого человека. А их и так уже было довольно много этих сцен. Мы сняли еще одну концовку. Ее части попали и в первый, и в четвертый фантазмы. Там показан Майк на кладбище, на могиле брата. Камера отъезжает назад, мы видим похоронную процессию, на которой Ангус читает проповедь. И Майк проходит мимо. Задумка интересная, но она не сработала. Я пытался снять все за один раз системой переносной камеры, но не вышло. Были разговоры о том, чтобы Майк проснулся ото сна и оказался на свадьбе Джоди, который женится на даме в голубом. А женит их не кто-нибудь, а высокий человек. Сон ему приснился потому, что он боялся потерять брата из-за этой женихбы. Было бы неплохо. Вы это не сняли? Нет. Была еще идея, чтобы он ушел со свадьбы, запрыгнул в грузовик Реджи и его схватил бы гном. Да, у нас было очень много идей. Некоторые забавные, но они не подошли. и в конце концов пришла идея с пробуждением. Реджи ждет его и объясняет, что его брат мертв. В конце показали Тома. Это были последние отснятые нами кадры. Нам повезло, все эффекты удались. Руки отлично прошли через зеркало и утащили его в другой мир. Это и стало концовкой фантазма. В фантазме звучит такая мелодия. Для любого режиссера настает момент истины, когда он садится с композитором и впервые слушает основную музыкальную тему. обычно деньги уже оплачены. Время на исходе, нужно заканчивать. Если вам наиграют классную музыку, отлично, а если нет, у вас возникают проблемы. Это был ключевой момент моей карьеры, когда Фред сыграл мелодию на пианино. Я хлопал и прыгал от радости. Фред Майро замечательный человек. Его с нами больше нет. Но в свое время он был чудесным музыкантом. Думаю, что нам повезло работать с ним. Прокат Фантазма имел неимоверный успех и в США, и по всему миру. Дизайн постера удался. Он у меня до сих пор сохранился. Отличная надпись. «Если вас и это не напугает, значит вы уже умерли». Чудесный заголовок. Он принес нам успех в продвижении картины. «Если вас и это не напугает, значит вы уже умерли». Фантазм. В день премьеры мы поехали на Таймс-сквер. Фантазм шел в огромном кинотеатре. Был аншлаг. Мы сидели там. В одной сцене, где Джоди на плечо ложится рука, парень за пару рядов от нас подпрыгнул. У него был попкорн и кола, и все это разлетелось в разные стороны. Зрители просто повскакивали с мест. Для меня, как для киношника, это был отпад. Я ничего подобного не видел в своей жизни. Мы наслаждались. Было очень весело смотреть, как люди пугались. В молодости я любил ужастики. Ведь в отличие от других жанров, зачастую после просмотра зритель задается вопросами. Больше всего удовольствия приносит дальнейшее размышление над фильмом уже после просмотра. Я был рад попытаться воплотить это в фантазме. После фантазма мы сняли Повелителя Зверей. На этих съемках нам с Доном было не так весело, как на фантазме. На Повелителе Зверей я решил сменить направление. Я еще не знал, что Дон сможет снять все эти сиквелы. Фантазм это плод воспаленного воображения. Это призрак. это дух. Это привидение. Думаю, что первый фильм просто требовал сиквела. Десять лет тайна кладбища оставалась сокрытой. Через много лет злые силы заставили меня снять сиквел. Я пытался этого избежать, но, в конце концов, больше сопротивляться я не смог. фантазм 2. Занимательно снимать сиквел. Мы пытаемся сохранить марку для фанатов, ободряем их, приглашаем участвовать, а еще мы вернули серебряные шары. Теперь они многое умеют. Этим летом шар возвращается. Фантазм 2 Работа с киностудией очень похожа на сотрудничество с дьяволом. Тебе дают выбор. Ты можешь снять сиквел Фантазма, но... Но... Актеры стали большим но. Они считали, что роли Реджи и Майка должны играть актеры профи. Я прошел пробу на Фантазм 2. Не очень приятно. Никто из актеров Фантазма не был профи. Я мог бы протащить нескольких, но Майка они решили заменить. Дон заранее меня предупредил, что у меня вряд ли выйдет получить эту роль, но... Я прошел пробы и не получил работу. Старая голливудская история. Было слишком много интриг. Я был первым кандидатом потерять работу, которую они считали своей. В конце концов, они решили взять кого-то другого. Мне было трудно. До сих пор мы с Майклом Болдином остались друзьями. Снимаясь Фантазме 2, я и не представлял, сколько актеров прошло пробы на роль Майкла. Я не единственный и есть и другие. Да, это правда. Я сам провел пробы и выбрал Джеймса Легро. Что он с тобой сделал? Джеймс Легро снимался в Хэллоуине. Он отлично там сыграл. Пошли, а не врачи. Ты тоже пошел, раз не хочешь помогать. Черт, я пытался тебе помочь. Они хотели заменить Реджи. Что я еще мог сделать? Не знаю, чтобы из этого вышло. Давай, пошли. забавно, что на этих пробах завалился даже Брэд Питт. Каждый раз, когда я теряю роль, я вспоминаю, что даже Брэда Питта не взяли фантазм, а меня взяли. Я пришел к простому выводу. Он очевиден. Но на то время он стал для меня прорывом. А именно создать сиквел, начинающийся тем же кадром, которым кончается первый фильм. Думаю, что Дона посетил гений. После девятилетнего перерыва я легко вжился в роль высокого человека. Просто надел костюм, туфли. кстати, туфли я сохранил и костюм тоже. Раз у нас было больше денег, и мы шили еще два костюма высокого человека. У нас была роскошь менять костюмы. Думаешь, когда умрешь, попадаешь на небеса, ты попадаешь к нам. Некоторым образом высокий человек овладел мною. Он вошел в меня и взял власть в свои руки. Мотор! Этого не может быть. Это сон. Просто сон. Это сон. Тогда кто я такой? Фея! У второго фантазма был огромный бюджет, примерно 3 миллиона долларов, что по современным меркам это очень мало. Но для нас это была куча денег. Мы сняли огромный склад, потрясающие спецэффекты, много трюков, каскадеров и много машин. Да, Дон любит взрывать. Он обожает взрывать. И чем больше взрыв, тем лучше. И когда взорвался дом, взрыв был большой. Дом был одноэтажный, второй этаж мы достроили, дом выкупили, он был в пустыне. Сам дом мы купили за копейки и взорвали его. Зато какие получились кадры. Мне захотелось снять их пути. Я хотел показать Майка и Реджи в роли истребителей вампиров, идущих по следу высокого человека. Это было иное направление, больше экшна. Оно превратило Реджи из продавца мороженого в настоящего героя. Пойдем надерем им задницы в убийцу гномов. Это первые шаги Реджи на пути становления воина. Он стал из продавца мороженого воином. стареющий лысый мороженщик. Спасибо, Майк. Но он остался с собой. Он готов жизнь отдать за друга. Думаю, что это в нем и привлекает. Большая пила, мужская. Классно. Он вытаскивает ее, она жужжит. Драку с пилой ставили больше недели. мы прошли каждое движение, любые мелочи. Я сам исполнял все свои трюки, кроме одного. Когда он припер меня к стене, я оказался на скамье. Он держит огромную пилу, и мне нужно ее перепрыгнуть. Она должна пойти прямо, ну, вы знаете, прямо там. И в конце концов мне не позволили это сделать. Иногда высокий человек являлся в женском теле. Как только Реджи встречает красотку и влюбляется в нее, она оказывается, если и не высоким человеком, то его приспешницей. Я сыграла роль, но до сих пор ее не поняла. Надеюсь, что когда посмотрю фильм, пойму. Очень странно. Любые сексуальные связи Реджи в фантазме пугают. Трудно в дороге. Редж, ты не той головкой думаешь. Все это бесцена трудности, которые Реджи проходит, чтобы переспать. Сэм Филлипс такая горячая. Он все-таки поддал жару. Все неплохо для него складывалось. Обожаю твою голову. Сцена в спальне с Сэм Филлипс очень смешная. Она уцепилась за меня. Она била меня по голове и все время хохотала. Смеялась, сваливалась с меня, билась в истерике. Я думаю, что мы это снимали часов пять. Потом мы снова начинали и опять она била меня. в истерике. Это была Кэми. Знаешь, я думал о нас. В конце фильма все встало на свои места. во втором фильме Майк в психушке. Кому же досталась машина? Джоди вышел из игры. Барракуда досталась мне. Это классно. Мне нравилось на ней ездить. Она у меня в гараже. Вот это. Точно. Отличная машина. Мужская. До конца фильмов она осталась моей. Было много веселого, но в то же время мы пересмотрели оригинал. Похороны вот-вот начнутся. Развить некоторые темы и факты, снять пару убийственных сцен с шаром, на которые у нас не хватило денег или технологии в оригинале. в оригинале. Сначала мы решили ввести три шара. Мы хотели создать новый вид шаров, а именно золотой шар. Этот шар также известен как шар Рэмбо. шар Он более смертоносный. Что еще можно впихнуть в шар? Лазер. Интересная задумка. Мы работали над ней. Я решил, что лазер должен кого-то убить. А кто это будет? Я не мог понять. Мы никак не смогли бы сделать так, чтобы луч прошел через чье-то лицо. тогда мы решили взорвать крысу. Это мы могли сделать. Рассказывает Кэрри Пайера. Ответственный за спецэффекты. Во втором фантазме мне нужно было создать два управляемых шара, чтобы в них были моторы. Подключить их к пультом из одного должно вылезать лезвие из другого пила. В этой работе я использовал колесики из лего, из игрушек. Мой друг Ди Пи, коммерческий директор, ужаснулся тому, что я использую пластмассу в таких высокотехнологических приборах. Он забыл мне трепку, но Дону понравилось, ведь после им пришлось кое-что переснять. Потом Дон позвонил мне и спросил, не хочешь ли поработать с нами? Думаю, Сэм Реми обиделся на минимальное участие в фильме. Эпизодическая роль Сэм Реми. Он расстроился. Сэм не удавшийся актер, он хотел получить роль в этом фильме побольше, но к сожалению места для него не нашлось. Больше ничем я помочь не мог. Сэм навел меня на отличных парней, его производственного дизайнера Филиппа Баффена из Злых Мертвецов 2. Он отлично поработал над дизайном Мавзолея. Он также предложил Марка Шоустерма, он работал над спецэффектами, а также Грега Никотера и Боба Херсмана, которые занимались специальным гримом. Рассказывает Эд Гейл, сыгравший роль гнома. Говард Бергер создал фантазме мой костюм. Он меня и порекомендовал. Точно, он сказал, что работал с Лилипутом. Дон Каскарелли спросил «Правда? Веди его». Дон придумал целый сюжет. Они были душами людей, такими исковерканными. Он пояснил мне их по тексту. Смешно, ведь я понял, что это важная роль. Я снимался целиком, все тело гомировали. На меня надели костюм, но, правда, его усовершенствовали. Наклеили отдельные куски, торчали только глаза. Пришлось все залепить до самого рта, чтобы не было видно швов. Вот так я и работал. Это было не так просто. Жарища. Пена не дышит. Я весь вне с головы до ног. Жаркие летние дни. Рекордно жаркие. Мы сидели на раскаленных камнях в пустыне в костюме, в котором едва можно ходить. Пена резиновая. Что бы ни делал, она тянет тебя назад, будто бы идешь сквозь желе. Я научился отключаться и медитировать. К сожалению, однажды при выпадении из бочки это не сработало. Ее наполнили слизью, я заснул. Через пару часов они были готовы. Сказали, ну, все, мы готовы. Я хотел встать, но вся спина костюма прилипла к стулу, прилипла и присохла. если посмотрите Фантазм 2, когда я выхожу из бочки, то вы заметите, что камера снимает так, чтобы видно было только меня спереди. Я не мог повернуться, потому что я был голым. Несколько иная получилась бы трактовка. О такой роли все говорят, боже, это ты играл. Я отвечаю, команда, я, костюмер, еще макеты, голоса. Когда любое подобное творение озвучивают, ему добавляют еще одно измерение. И тогда он становится необычным жутким персонажем. Я работал над голосами, записал голоса гномов, маленьких человечков. Поэтому я их голос. Я делал все четыре. Настоящий их голос должен быть таким. вот так. Так я делал в микрофон. Но пропущенный через микшер Маршалл и магнитофон, он получался вот таким. Голоса гномов это само совершенство. Во втором фантазме было больше музыки. Мы работали с Фредом Майро, композитором, и еще с Крисом Стоуном. Однажды мне позвонили Фред Майро. Он спросил, могу ли я помочь ему в работе над Фантазмом 2. Когда приехал Дон, он удивился. Он меня раньше не видел. Это ты делал? Да, я. А он даже этого и не знал. А я сказал, я. Крис занимался подборкой музыки. Он использовал компьютер для ее создания. Он смог добиться более глубокого и оркестрового звучания. Фильм был больше, и звуков тоже должно было быть больше. Для этого меня и наняли. У меня создалась репутация человека, способного создавать музыку в стиле Джона Уильямса, только дешевле. загвоздка в работе с большой студией в том, что они подстраховываются и настаивают на проведении исследований. Ну что ж, мы его провели. Но сама идея показывать такой странный фильм, как Фантазм 2 людям и спрашивать их мнение, а потом согласно этому мнению делать монтаж, она смешна и поверхностна. Но после первого просмотра нам запретили показывать сны. Сцены со снами не работают. Зритель хочет знать, где были персонажи, кто такой высокий человек, он всегда хочет все знать. Но это противоречит стилю фантазма. Ведь в нем все должно быть тайной. Нельзя знать, где реальность, а где вымысел. Я считаю, что конечный вариант представляет мир фантастики, но он и близко не такой чудесный, как другие. Было задумано, что когда в самом конце в катафалке появляется высокий человек, он физически перевоплощается из девушки Кэми. мы провели тесты грима, но они не сработали так, чтобы с высокого человека спадали куски ее лица. Думаю, если внимательно взглянуть на высокого человека в этой сцене, то можно увидеть, что на его лице остались клочки грима. Большую часть жизни юношу преследовали злые силы. Теперь ему надлежит познать тайну высшего зла. фантазм готово. Мотор давай, братец, пора выбираться. В некотором роде эта роль была с оттенком горечи. Я был рад работать со старыми друзьями. У нас сохранилась теплая семейная атмосфера. Это было замечательно, но... все это отдавало горечи, ведь было ясно, что это работа и больше ничего. Просто еще одна работа. И все. Ты ведь видишь свет? Иди к нему. Перемены в моем персонаже произошли, пока он был в коме. В третьем фантазме Майк стал жертвой, а жертву сыграть не очень легко. Привет. Тебе нужен я. Зачем? Со всеми актерами фантазма мы остались друзьями до конца. У нас за плечами несколько десятков лет дружбы. Да, с ними классно работать. Они решили вернуть меня. Мне было приятно работать над картиной в любой должности. Джоди? Да, это я, братишка. Не бойся. Я был рад снова снимать Майкла Болдуина и Билла Сорнбери вместе в роли братьев. Между ними всегда были братские отношения. И это видно по фильму. Я же умер. Как они хотели меня вернуть? забавно, что Джоди явился в несколько ином измерении. Держись подальше от света. Джоди изменился. Он стал другим. Потусторонним, что ли? Прости, Майк. Я знал, что меня могут найти. Я изменился. Это наша первая проба цифровых спецэффектов. У нас появился шар Джей, Джоди, черный шар. Давай бежим. А, Джоди, разве плохо быть черным шаром? В третьем фантазме я снялась в роли медсестры. Ангус стоял рядом со мной. Я пробыла там весь день. Сами съемки были короткие. Тогда я последний раз видела Майка на больничной койке. Он не хотел, чтобы я слишком долго была в кадре. Все было быстро. Чтобы люди сказали, это она? Он опять меня дразнил. Я бы хотела сниматься подольше. Это всего лишь ребенок? Ведя персонаж Тима, я хотел заполнить пустоту, вернуться назад. Этого не было во втором фантазме. Я хотел, чтобы в фильме был ребенок. Со смерти родителей я живу сам. Думаю, что Кевин Спурт представитель нового поколения поклонников фантазма. Это точно, ведь я же говорил с ним на встречах. Похоже на ужастик «Один дома». Ребенок жил в городе зомби. И этому ребенку нужно было выжить. Милый паренек и не такой вредный, каким был я. Пока мы работали вместе, я пытался обращаться с ним так, как это делал со мной Билл. Ладно. Глория Лэнхэмери из третьего фильма «Настоящий боец». Меня зовут Рокки. И что же ты здесь делаешь, Рокки? Она единственная, кому он может доверять. Такое было уже несколько раз. Смотри, мы втроем боремся с силами зла. Да. Есть занятие получше? Он настойчиво пытается затащить ее в постель. Ты ваниль пробовала? А я тебе не говорила? Меня от нее пучит. Она стала популярным персонажем. Она не погибла. Да, я знаю. Возможно, она еще вернется. Засунем его в багажник. Я сам. В третьем фантазме мы использовали новую машину 70-го года выпуска. у нее был очень мощный движок. Просто класс. Я спросил Дона, сколько ты заплатишь мне за этот фильм? Он ответил, о чем это ты? Я сказал, может, вместо половины зарплаты отдашь мне машину? Он не согласился. Она еще у Дона? Она у Дона. Она в моем гараже. Отличный сувенир фантазма. Если он придет, я запру его в шкафу и украду Эта рана никогда не заживет. Я живу с ней, с этой раной. Забавная история. В этом фильме Дон вспомнил свое детство. Это правда. Я наконец-то получил свой плимут. Теперь их у него два. Думаю, их не меньше двух, а может, даже три. С Бобом Айви я работал над третьим и четвертым фантазмами. Еще до нашей встречи он был фаном фантазма, поэтому в двух последних фильмах он выполнил умопомрачительные трюки. Есть трюк с катафалком, где машина пролетает метров шестьдесят. трюк с катафалком. Теперь он уже не занимается трюками, но когда занимался, был просто психом. Твой путь Завершен Забавно, что в конце третьего фантазма Высокий человек получает то, что хочет В зеркале он видит что-то на своей голове Кажется, что ему больно Затем Майк ходит Как зомби, с золотистыми глазами Сцена очень эффектная Хорошо поставленная Это печально Если вы смотрели фильмы, и они вам нравятся Парня жаль Он очень жалко выглядит Подожди, Майк Но у него в голове золотой шар А это плохо Уйди от меня Нам пришлось нанять врача, который поставил линзы У нас было мало времени, всего минут 15-20, чтобы все отснять и не повредить ему глаза Их особо подогнали под мои глаза Эффект вышел классный Золотистые Хотя не уверен, что в фильме это видно Но выглядят они очень и очень странно Линзы до сих пор у меня Лежат где-то в кладовке Может, мы их еще вернем Если Майк согласится В сиквелах фаны хотят видеть все больше шаров Что ж, мы дали то, что они хотели Мы хотели сделать больше Ведь раньше мы ограничивались двумя-тремя шарами Кэрри Прайор делал второй и третий фильмы Гениально Это просто гениально Меня позвали Фантазм 3 На то время я окончил колледж Взрывы режиссер Кэрри Прайор Я показал им свою дипломную работу про роботов, очень похожих на шары Они маленькие, злые И гоняются за людьми Думая, что увидев фильм, Дон подметил схожесть И пригласил меня делать шары в Фантазм 3 Мы воплотили высокотехничный дизайн шаров Созданный Кэрри Прайор Это просто чудо Необыкновенно Это злой золотой шар Все шары в третьем фильме побольше У них сзади разрез, а они крепятся к куску стекла Так что дыры не видно Внутри у них механизмы, которые выдвигают лезвие А у этого внутри шестеренки Кажется, я взял их из лего Да, точно Вот Колесик Олега Видите провода? Они вращают вот это И лезвия движутся Жмешь на кнопку И Они выскакивают У нас был отличный вращающийся шар Он летел по коридору и вращался Мы сделали это так У нас были чистые боковые панели, прикрепленные к камере на штативах Все чисто Шар можно было вращать на них под разными углами Его вращала механика На крупном плане можно увидеть отражение коридора и объектив камеры Все было снято подвижной камерой Создается полное ощущение вращения Вышло классно Я этим горжусь Это мы использовали еще во втором фантазме Один из главных наших инструментов остался у меня Водофон В него наливают воду Но назвали его так в честь создателя из Северной Калифорнии Фамилия которого – Вода На нем можно играть с мчком Можно так Я уверен, такое вы уже слышали А можно еще и так Вот так Или так В общем, можно извлечь разные звуки А если взять повыше Можно получить басы Мы часто его использовали для создания фона Но я обработал звук, и звуки вышли длинными Вот такие Длинные, странные шумы Были кадры с красной планеты Туда попадает Реджи Он проваливается под землю и видит то, что позднее мы использовали в Фантазме 4 Много временных ворот Значит, дом высокого человека далеко от его места обитания Интересная идея Мы сняли сцену с бункером и открывающейся дверью, через которую проходит Реджи и потом она закрывается Так он и попадает под землю Это мы сняли, но у нас не хватило денег, чтобы снять дальше Мы не знали, как дешево построить инопланетный бункер на поверхности Понимаете, снимать фантазм Это всегда волнительно Ведь подходя к концу Вы решаете, какую же избрать концовку Сценарий заканчивался победой Редж и Тим захватили золотой шар высокого человека И погрузили его в жидкий азот То есть заморозили Навсегда Согласно сценарию, нужно было ехать на Аляску Ехать в северную ледяную пустыню Мы выбили во льду дыру и бросили туда шар Они смотрят, как он замерзает, а затем ставят небольшое надгробие Высокий человек, покойся в мире Мы отсняли всего один такой момент На нас были арктические костюмы с капюшонами и мехом, с рукавицами Нам на лица нанесли раствор, похожий на имей А снимали мы в долине На улице было плюс 30 Боже мой, как же мы жутко потели В фильме Реджи говорит Теперь нас может испугать только глобальное потепление И все, они уходят Это надолго увело высокого человека из строя Но мне не хотелось уходить из фильма Я предложил, чтобы на высокого человека прикрепили маячок И в начале следующего фильма Мы опять попадаем в Арктику и видим Что маячок начинает мигать, как предупреждение Мигая он разогреется Снег начнет таять и появится высокий человек Готовый приступить к делу Но в общем этого не сделали Не захотели Я выслушивал фанов фантазма Многие заявляли, что третий фантазм слишком смешной Что там много новичков А я же считал его следующей главой в саге о фантазмах Забавно, что когда выходит новый фильм То все считают его последним И не хотят подобной концовки Но с появлением продолжения люди Люди его восприняли От криминального чтива до фантазма 1999 год Один мой друг Роджер Авери Получил Оскар за сценарий криминального чтива Роджер прекрасный сценарист Знаете, в американской рекламе Когда кто-то побеждает на арене И бежит по полю То комментатор говорит Эй, куда это ты собрался? Ты ведь победил Так куда ты? А что в ответ? А в ответ? Да я в Диснейленд Так на вручение Оскара должен был сказать и Роджер Но он сказал Эй, я напишу последний Классный сценарий фантазма Вот что он выдумал Мы обсуждали с ним некоторые идеи Еще при написании Фантазма 2 Эта идея пришла давно Он создал интересный сценарий Просто грандиозный Очень масштабный Но в нем много насилия Такая интересная история Классный бы вышел фильм Я бы режиссировал Он бы писал Но мы Мы в конце концов не нашли денег В это время Я написал свой Фантазм 4 Он требовал уже меньше денег Я хотел как-то закончить Всю эту историю И я Сознательно Решил вернуться К корням Ну, к истокам То есть вернуться К главным персонажам Чтобы все выглядело Жутко И пугающе И еще Очень хотел Чтобы было Мало ответов Фантазм 4 Забвение Майк оставил меня висеть Я похож на рождественскую елку Я всегда считал, что когда на Реджа напали шары Они ранили его И приперли к стенке И он с ними борется А иначе Невероятно выбило свет Просто жуть Конец уже близок Но еще не настал Ты получишь по заслугам Я не думал, что Реджа Так легко устранят И не переживал Мотор Снято Отлично Дон сказал, что готов снимать четвертый фильм Хочет, чтобы снялся и я Я не очень хотел сниматься Но согласился бы Если бы получил Кое-что еще Сопродюсер Майкл Болдуин Я предложил ему сделать меня продюсером Он хотел научиться и приобрести опыт Дон работает в соавторстве На то время мы были знакомы с Доном Уже всю жизнь Мне это подошло Я пригласил друга помочь мне Фильм был второй по низкобюджетности Около 650 тысяч долларов Это очень мало для съемок фильма Мы сняли его очень быстро Всего за 23 дня Для нас это Очень быстро Снимать было трудно Из-за количества денег И из-за ночных съемок в пустыне Тушите, тушите скорее Быстрей, быстрей Так, все, все Давайте скорее, скорее Чтобы сэкономить деньги Мы, больше чем в любом другом фантазме Снимали на улице в течение дня Я и забыл, что некоторые материалы для Фантазма 4 Мы уже отсняли Я хотел использовать весь этот материал В Фантазме 4 Я думаю, что Отличная идея Очень значимая Они вернули сцену с повешением Она мне нравится Я очень рад Ведь сцена отличная Опусти меня, парень Опусти Просто класс Взрослый Майк И сразу юный Видно, что это один и тот же человек Это очень мило Слава богу, что в четвертом фантазме Персонаж Майка совсем другой Я не хотел, чтобы Майк снова был жертвой Я хотел, чтобы он Принял участие В своей судьбе Идем, парень У нас много работы Есть много намеков Не знаю, станет ли он высоким человеком Но он точно перестал быть мальчишкой Который гоняется за своим старшим братом Кто ты такой? Я думал, ты мой брат Старший брат Джоди Переходит на сторону зла Да и младший Младший тоже Ты же говорил, что погиб в аварии Нет Это ложь Разрыв отношений Меня это беспокоит Знаешь, на Реджи я могу положиться Но ты Тебе доверять нельзя Сильные чувства Делаешь все, чтобы в них поверили Я бы лично предпочел счастливый конец Но может быть полезно снимать подобное кино С долей грусти С горчинкой В этом фильме Майк не доверяет Джоди Я думаю, что у него есть на это причина Что происходит, брат? Когда входите в роль Возникают противоречивые чувства Хотел проверить Перед тем, как убить собственного брата Майк становится таким, какими люди боятся быть Относительно высокого человека И его появления в забвении Мы всегда хотели привнести немного истории В фантазму Ты это он, верно? Джабедая Морнингсайд Мне всегда нравился Джабедая Морнингсайд Он Он придал мне значимости В цикле фантазмов Могу я вам помочь? Мы знакомы? День И он пьет лимонад Милый, дружественный Это чудесно Отличный подтекст добра и зла Как бы смена ролей Вы прошли через четвертое измерение? Провидица оказалась женой Джабедая Морнингсайд Дон хотел привнести кое-что из первого фантазма Хотя Зачем она там? Какую она роль сыграла? Пусть люди сами решают Они там Свои мысли насчет ее роли Я оставлю при себе Вот так Пусть это будет моей тайной Кто убийца? Бабушка хочет, чтобы ты узнал Еще один необъяснимый поворот событий в фантазме Страшно Через появление провидицы в последнем фильме Дон выразил свою способность создавать тайны Кстати, ее играет другая актриса Но выглядит она точно так же До мелочей А голос мисс Морнингсайд сыграла моя жена Дженнифер Бросс Джабедая Когда она говорит Джабедая Меня зовут Дженнифер В четвертом фантазме ее зовут Дженнифер Потому что эту роль я предложил жене Майка Болдуина Дженнифер Она же отказалась участвовать Дженнифер Болдуин эпизод Фантазма 3 Дженнифер Болдуин таки снялась в третьем фантазме В роли медсестры вместе с Реджи Спасибо, что спас мой зад из огня Она отличная актриса Я вышел на нее через Кэрри Прайор Хайди Манхо, Дженнифер Он работал с Доном над спецэффектами к фантазме Кэрри работал над фильмом, из которого вырезали Хайди Я посмотрел его еще до монтажа Дон увидел меня в дорожном убийстве и спросил Кто эта девушка? Дорожное убийство, режиссер Кэрри Прайор Ублюдок, я ему покажу Стой, Джейн, куда ты? Ты ублюдок! Чего тебе надо? Чего ты хочешь? Я считаю, что она отлично сыграла Она не только красивая, но у нее есть своя изюминка Она особенная Я здесь! Выйди из машины! Поговорим по-мужски! Для съемок четвертого фантазма мы сняли склад Я привел ее и Реджи И провел пробы на роль Она была великолепна Они отлично смотрелись вместе Несмотря на разницу в возрасте Они могли бы стать отличной парой Что? Да! Сначала мы поехали в Долину Смерти Там на четвертый день я встретилась со съемочной командой Я ехала туда одна по пустыне, ночью, в течение пяти часов Я приехала в заброшенный город Мертвой долины Мы остановились в классной гостинице Было очень волнующе Чертова черепаха Боб, что скажешь? Вперед! Отлично! Это наш герой Боб Айви делал этот трюк Он перевернулся в машине Ну что, снято? Да! Мне кажется, что Хайди не боялась Это был первый день съемок на дороге Было так весело Очень волнующе Снять сцену с машиной было непросто Я думала, что машины так взрываются только в фильмах Да, было очень жарко Да, мне тоже Неплохо Жар ощущался Я знала, что она превратится в злую подручную высокого человека И хотела сделать ее милой и невинной соседушкой Кошмары не настоящие И твой высокий человек тоже Дашь мне свою рубаху Моя еще мокрая Так, чтобы когда она превратится в злюку Был виден контраст Это был финал сюжетной линии Реджи Ему не везло в любви Хотя он хотел обратного Это сны Реджи Если бы ты знала Больше всего публика смеялась над сексуальными неудачами Реджи Его отношения с Самантой Филлипс Они перетекли в третий фантазм Только уже с Рокки Приятных снов Я хотел придумать нечто, что превзойдет прошлое Ну, наконец-то Реджи улегся с ней в постель Она такая красивая Она готова отдаться ему Ну, так Угадайте У нее вместо груди шары Может, перейдем к делу, Реджи? И здесь облом Нет Это была накладка на теле В нее встроили шары, будто они торчат из разорванной плоти Я вставил шары на проводах Снимаем шары Они двигаются Шары, которые вылетели из нее, вылетели снизу Один, два, три, огонь Снято Кэрри Прайор стоял за мной на лестнице За стеной Затем камера идет вверх И видно два шара на нитях Он тянул за нити, и шары вылетали из моего тела Думаю, Хайди этим тоже гордится Было очень весело Думаю, драка с шарами была особенной Готовы? Шар Снято Три, два, один, пошел Да Мотор Снято Мотор Шар летит Дон, даешь добро на кровь? Так, убирай, убирай руку Хорошо Снято Рэджи отлично относился ко всем трудностям Он все выдержал Опусти молоток Прости, крошка Придется Я бы отказалась от любовной жизни После всего, что он перенес Рэджи, он романтик Точно В этом и состоит его привлекательность Он лысый мороженщик Ему за 50 Он никак не может заняться сексом Но он не боится Вступить в войну с дьяволом Не так уж и плохо Взорви меня Да Я и так могу Ведь Рэдж, он все может Снято Некоторые копы просто засранцы Это не просто комический персонаж Поговорите с фанами фантазма Рэджи они любят больше всего Он самый популярный персонаж После, конечно, высокого человека Но обычно его больше боятся Мороженщик Все у тебя в голове Рэджи Баннистер всегда был болельщиком фильма Он очень много выступал Всегда искал новые возможности Среди фанов фантазма Рэджи нашел цифрового художника Оказалось, что они с Рэджи Работают в одном здании И он сказал Хочу кое-что тебе показать И показал Рэджи Полет множества шаров Дал ему кассету Он показал ее мне Я сказал, это очень круто Но по карману ли? И Рэдж спросил А он ответил, что сделает Сколько бы ни заплатили Эти кадры стоили нам Копейки Наступила заря цифровой эры Это повлияло и на фантазм Следующий фантазм Так и нужно снимать Все должно быть цифровое Кристофер Стоун Сделал прекрасный звук Фред умер между съемками Третьего и Четвертого фантазмов Работая с Доном И проигрывая его музыку Казалось, что он где-то здесь, рядом Казалось, что он вот-вот подойдет И скажет Привет, что делаете? Вот такое было ощущение Странное Да, его очень-очень нам не доставало В музыках фантазму Фред Майри 1939-1999 год В этом фильме было меньше разницы Между музыкой и звуковыми эффектами Ведь звуковой дизайн сливался с музыкой Мы подошли к этому с почтением У каждого актера был свой звук Свой мотив Это очень трогательно В конце четвертого фантазма Из головы бедняги вылезает шар Выглядит это жутковато В конце четвертого фантазма Когда Ангус идет к временным вратам У него противоречивое выражение на лице Удовлетворение, смешанное с сожалением Ведь высокий человек выполнил то, что он хотел А что дальше? Победа высокого человека? Не знаю Люди верно думают, что Майк умер Но я так не считаю Это я оставляю зрителям, чтобы они сами решали Мы переходим к финальной сцене Где мальчик Майк Запрыгивает в фургон Реджи Мы сделали как бы и виток И вернулись к самому началу Мы не знаем, где побывали Где мы теперь Или куда мы попадем дальше Думаю, в этом все волшебство концовки Я умираю, Редж Мы всегда планировали такой конец Эй, ты что-то слышал? Это просто ветер Фильм чистой воды фантом Концовка непонятная Можно... Можно думать что угодно Фантастика Это хорошо Публика сама может проявить творчество Просто ветер Если фантазм кончается странно Это счастливая концовка Угрюмая Да, но интересная В некотором роде Побеждают все Конца не будет Знаете, я всегда надеюсь на продолжение Я думаю, что фаны были бы счастливы Все мне говорят, что будет продолжение Все это значит те, кто знает, что оно будет У меня есть несколько идей для будущих фантазмов Надеюсь, что однажды выделю время и воплощу их Они говорят об эпосе Поговаривают о трех фильмах Я уверен, мое участие в большом голливудском проекте сведется к эпизодам Ничего, если меня там не будет Ведь я знаю, что многие будут счастливы Есть вероятность, что Кто-нибудь выкупит франшизу на фантазм И кто-то продолжит снимать фильмы уже без участия Дона Каскарелли Если так, я не представляю Как у них выйдет создать таких же качественных персонажей без его уникальной чувствительности Пока еще ничего нет на горизонте Такова природа фантазма Да, это призрак Это иллюзия Ее нельзя пощупать Уверен, что однажды снимут пятый фантазм, крупнобюджетный А что? Почему бы и нет? У меня есть целый сценарий, написанный одним писателем по имени Стивен Романо Там есть детальное изучение персонажей разных фантазмов Да, их легко снимать Может, я вернусь в роль еще одного черного шара Или чего-то похожего Баскетбольный мяч Тоже неплохо В будущем будут еще фантазмы В будущем будут еще фантазмы Фантазмагория Пусть тайное станет явным Фантазмагорическое мистическое путешествие Мы находимся в небольшом жилом квартале Вудланд Хиллс В нижнем районе Калифорнии Это дом провидицы Сюда пришел Майк, чтобы ему погадали по руке Если вы помните Он засунул руку в коробку Она ухватила его А вот здесь находилась вывеска провидицы Майк забрел сюда И решил пойти погадать по руке Знаете, думаю, я тоже пойду и погадаю Мне в первый раз будут гадать по руке Мы с вами начали некое мистическое путешествие Фантастическое турне Так что вы думаете? Я думаю, мне предскажут, куда идти дальше Дом провидицы Мы нашли этот старый дом в Голливуде Пол Пеппермен, сопродюсер Фантазма Это отличное место Люди позволили нам войти к ним в дом Снимать снаружи, внутри Они были рады, ведь мы сказали им, что Пригласим их на показ Мы снимали весь день и часть вечера Было очень много материала, связанного с провидицей И ее дочерью С Джоди, Майком В конце, правда, мы много вырезали Оставили некоторые эпизоды, но Не столько, сколько отсняли Когда мы пригласили Хозяев дома на показ Они даже не захотели с нами говорить Так разозлились Их дом показали совсем мало Ну ладно Вот в чем дело Мне погадали по руке Вы ведь знаете, кто здесь живет? Старуха Знаете, я немного боюсь Ведь она сказала мне, что я посещу места, которые не видел уже больше 25 лет Я беспокоюсь Ведь мне придется посетить Красную планету Да Я немного боюсь Ладно Это дом Майка и Джоди Из первого фильма Мы попали в красивый квартал Страна дворцов в Калифорнии Мы узнали Круглый подъезд, по которому они ездили Вот сюда я подъезжал своим грузовиком Доставал гитару И мы с Джоди отрывались на крыльце Некоторые сцены мы сняли И внутри дома Например, коридор Где Мертл меня до смерти напугала Ты вернулся Боже, Мертл Так и до инфаркта недолго Они жили в доме И снимали в доме Майкл Болдуин Сыгравший роль Майка Наша команда жила в этом доме Просто дурдом, а не ужастик Вышел бы отличный документальный фильм Но его не сняли А хотелось бы Вот что я сделаю Я пойду к дому Посмотрю, есть ли там кто-нибудь И объясню, что мы здесь делаем Что ж, посмотрим, что у нас выйдет Здесь табличка Нет хода продавцам Поэтому просить ничего не буду И продавать тоже Что ж, кажется, никого нет дома Так, вот крыльцо Где мы с Джоди сидели в полночь Конечно, то крыльцо мы построили Бьюн Сорнбери Сыгравший Джоди Мы сидели там в полночь Те кадры мы отсняли в доме В Брэдморре Который мы арендовали для Внешней съемки Мы сидели прямо здесь на углу Играли Сидели Сидели Была уже полночь И так было до зари Крошка отпустила меня Я уже не помню слова песни Да, мы неплохо провели время Сидели и играли прямо на крыльце Вы узнаете это дерево? Вы видели его, когда Билл Сорнбери стоял прямо под ним Мы в парке Чатсворс Южной Калифорнии Прекрасный день Да, люди играют в баскетбол Ну и все такое Билл был здесь ночью Здесь Майк уличает его И зарезает насмерть Весело Какое маленькое соперничество Никому не вредит Пока не появляется нож Мы в северном парке Чатсворс В северной его части Здесь мы снимали кладбище Здесь всегда был парк Кладбища не было Мы привезли надгробия Расставили их И вот получилось кладбище Сюда же Майк приезжает на мотоцикле Падает и видит своих первых гномов Они прячутся за могилами Здесь и здесь И похороны Томми Снимали тоже здесь Вспомните эту сцену Прямо здесь Интересные кадры Ведь мы наняли моего папу Он снялся в этой сцене Он играл священника А моя мама была плакальщицей И мама Донна тоже Для нас сцена интересная Если подойдете сюда То прямо здесь Джоди трахнулся Да Его трахнула дама в голубом Сцена... Сцена тяжелая Если вы, конечно, помните Памятники Памятники, которые вы видите в фильме Кэти Лестер Сыгравшая даму в голубом Они были сделаны из пены Пару раз их просто сдувало ветром Нужно было постараться Чтобы они твердо стояли На своих местах Здесь дама в голубом Завалила Томми Он первым нас сюда привел Если вы помните Когда мы впервые приехали снимать В парке Чатсворс В нашем распоряжении был весь парк Мы смогли украсить его надгробиями Кстати Когда мы сюда приехали в 77-м Здесь кругом была только одна трава Парковки не было Да Смешно Мы старше, чем эта парковка А я? А я старше трещин в ней Да, время бежит О боже мой Как вы видите Мы прибыли К воротам Мавзолея Морнингсайд Туда мы цепляли буквы Чтобы обозначить Вход в мавзолеи Морнингсайд Да, забавно Ведь эти ворота Вход в Дакаба Стейт В Пасадене Здесь есть указатель Что в 96-м Ворота были восстановлены Вот Прямо здесь 1996-й Мы же были здесь примерно Мы были в 1977-м Интересно, если вы вспомните Здесь перелазил Майк А Терри Каллос Блондинка Входила в мавзолей Когда она проходит Слышен крик Они идут по дороге И вот Да, эти ворота Много значат для фантазмов Еще один интересный момент С Биллом Сорнбери С Джоди Приключился страшный случай Он проходит через ворота А за ним едет катафалк Как я понимаю Тормоза были плохие Но Билл оборачивается Достает пистолет Стреляет И отпрыгивает Вот тогда-то Катафалк его Чуть и не переехал Да, при любительской съемке Кто-то может пострадать Так Взгляните на этот знак Этот знак предупреждает Чтобы люди не снесли Ночью ворота Но с ним приключилась Забавная история Когда мы снимали ворота Его не должно было быть Поэтому Мы Пригласили Казада Который в то время Работал над освещением И визуальными эффектами Позднее он стал продюсером фантазмов Он сказал Я знаю, что делать с этим знаком Прыгнул в фургон Сдал назад и спрашивает Еще есть место? Еще можно сдать назад? И все Он просто его снес Да Что ж, я войду в Морнингсайд Подождите меня здесь Ладно, договорились Страшновато Но ничего На самом деле Морнингсайд находится не здесь Он в 500 километрах отсюда В Дансморхаусе В районе Окленд-Бэй Магия кино Ненавижу это Очень нервничаю Ненавижу эту музыку Звуки эти Нет Не знаешь, где тебе настанет конец Провидица говорила Что-то о Красной планете Ну что ж, попробую Итак Вперед Вперед О нет 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 Это же Красная планета Как я сюда? А да Через разрыв В пространстве Боже, дерьмо Ненавижу Понимаете? Никогда не знаешь, куда тебя закинет Но меня, по-моему, закинуло сюда Провидица Думаете, боже мой Здесь я буду снимать Так красиво И жарко Очень жарко Нет тени Нет кондиционеров Эд Гейл Сыгравший гнома По камням было очень трудно ходить Да, кругом одни камни Но смотрите Вот Смотрите, они как будто оживают Да Все дело в спецэффектах Освещение Декор Все это зародилось в голове Донна Каскарелли Да Это Урвандил, Калифорния Если будете рядом, заезжайте взглянуть на Красную планету Эй, смотрите Здесь Дон Каскарелли, прямо здесь Эй, Дон, мы на Красной планете Реджи Привет Привет Рад тебя видеть Я тоже Так что, мы на Красной планете Мы снимали по-другому, у нас была толпа гномов Они шли туда, до горизонта Мы привезли 20 детей Посадили их в катафалк высокого И вперед У нас был катафалк И не было автобуса Поэтому мы взяли катафалк Двоих соседских детей Попросили собрать всех друзей на эту вечеринку Они привели человек 11-12 Мы с Доном взяли камеру Посадили всех детей в катафалк Выехали на место и Одели их в плащи гномов Сшитых его мамой Привезли, одели в плащи Поставили муляжи рядом И у нас вышла куча гномов Все меня спрашивают Что там еще есть на Красной планете? Покажите Что там? А мы на месте Ну? Что здесь показывать? Я не знаю Посмотри на камни Мы могли бы продать парочку на eBay Пописать их Здесь их море Так и на фильм можно заработать Да 10 баксов за камень 10 баксов за камень 10 баксов за камень Что? Можно снять крутой фильм? Да, клево Фантасмагорическое мистическое путешествие Дело в том, что в мире призраков нет правил Это и делает такие фильмы страшными Вы не знаете, что на вас выпрыгнет из-за угла Это сон Всего лишь сон Нет, не сон Грег Никотера Кровавые дни К 1987 году у меня появилась возможность Рассказывает Грег Никотера, художник по спецгриму Работать над сиквелами очень известных ужастиков Первым фильмом был «Злые мертвецы» Пару лет спустя я работал над фильмом «Злые мертвецы 2» И я, конечно, видел «Живых мертвецов», а также «Злых мертвецов 1» Я вступил на этот путь и стал работать над такими классными фильмами Сидя в кино и смотря ужастик Вы даже представить не можете, что однажды будете все это создавать Вы смотрите «Злые мертвецы» и видите, как парень в такси сходит с ума «Фантазм» тоже очень сильный фильм Страшный, угрюмый, отличный Классический ужастик в стиле 70-х Если бы я смотрел его в кино, я бы представить себе не мог, что буду работать с «Ангусом» «Ангус Крим», сыгравший высокого человека В 85-м я переехал в Лос-Анджелес Поработал в нескольких студиях и подружился с Марком Шоу-Стормом Марк Шоу-Сторм, художник по спецгриму И около трех лет я управлял его студией В ноябре 87-го года мы начали работать над «Фантазмом 2» Мы часто встречались с Доном Коскарелли У нас не было четкого представления, как все должно выглядеть Просто все должно быть жутким и гротескным Раз, два, три Вот так, отлично Что это такое? Мы взяли образы из первого фильма, но добавили техники Ведь этим занялась профессиональная студия, а не любители «Злые мертвецы» тоже один из самых сильных ужастиков Но иногда выбивает из калии то, что спецэффекты были сделаны в домашних условиях Поэтому в фильме «Злые мертвецы 2» с технической точки зрения Все было сделано лучше и чище А в «Фантазме 2» и подавно Мы начали работать над «Фантазмом 2» И я помню, нам сказали, что Ангус вернется в роли высокого человека Рассказывает Роберт Курцмен, художник по спецгриму Это высокий человек, половина его лица Ангус Скрим Это его киношное имя Сначала Ангус пришел в студию И мы его сняли для концовки фильма Где его зарезали, и из него полилась желтая жидкость Это тающий высокий человек для финальной сцены Он еще не готов, но скоро будет Кожа тает Вот первые кадры с актерами Привет, как дела? Я Дарси, я из службы знакомств Мне нужен гниющий мужчина У нас была еще роль Кэми Саманта Филлипс, если я не ошибаюсь Была сцена со шрамом от вскрытия у нее на груди Помню, как мы лепили грудь Ведь нам пришлось делать накладную Многие завидуют, говорят, что мы видим их обнаженными Но это очень неромантично Ведь стоит целая толпа людей Готовых делать слепкие тел актеров Нельзя разглядывать, нужно вести себя профессионально Это же работа Одни из первых отснятых кадров Это когда гномы вторгаются в дом Черт Я запомнил Это было Рождество 87-го Я единственный, кто не улетел домой Остался там с этими масками В первом фильме их нельзя рассмотреть Они похожи на коротышек из «Звездных войн» В «Фантазме 2» мы хотели показать, что они злые и жуткие существа Извращенные машиной высокого человека Это маски Маски жутких гномов Маски гномов были несколько неземными Широко поставленные глаза Мы хотели, чтобы они казались такими странными Помню то, что мы сделали для бабушки Ее сделал Брилл Элизабет Боже мой Бабушка На ней даже были синяки под глазами Мать сняли ее и маску Сделали похожей Пухлые щечки Но демоническое выражение Прости, бабуля Мы сделали кучу масок, которые надевали дети У нас также была голова на дистанционке У нее открывались глаза и рот Скоро будет работать наша голова Мне очень нравится Дэвид Бартон отвечал за механику Эту голову мы снимали в быстрых кадрах, где она корчила рожи Готово, мотор Храпи Давай, кусай Кусай, кусай Кусай Второй фильм Выводит рассказ на новый уровень Мы намного больше показали Они попадают на чужую планету Вдали виден ряд Бредущих гномов Это были просто палки с плащами Затем мы видим, как открывается бочка И выпадает тело гнома Жуткое, мокрое, склизкое Эту роль сыграл Эд Гейл Он часто снимается в детских фильмах Марк Шоустром Сделал все эти костюмы Он использовал фото пигмеев Из National Geographic Нам видны эти морщины Скомканная плоть Все четко Мы буквально засунули его в бочку Полную слизи А затем перевернули И он пулей оттуда вылетел Конечно Кому же захочется сидеть В такой жуткой бочке Да еще С таким Гнусным содержимым Помню мы снимали сон Где Пола Урван сидит на полу С нее снимает плащ А на спине виден некий паразит Хорошо играешь, парень Нам пришлось создать марионетку Просто большой рукав При съемках куклу поворачивали на камеру Мы встроили ей механизм в рот Чтобы она могла говорить Иди, поешь Убирайся Так, это супер секретно Вот это Что это такое? Что? Серебряный шар Серебряный шар Все спецэффекты с шаром Были сделаны Стивом Патино Припоминаю Было много Разных шаров Он сделал кучу версий этого шара Но в одном Буравчик просто крутился Не завинчиваясь На нем была спираль Чтобы было похоже Будто бы он вращается И завинчивается А еще были шары с лезвиями Актеры держали их Затем шел звук А потом Шар выстреливал кровью И мозгами Помню, я зашел в студию Стива Он работал над тем Как сделать шар летающим Он взял шар Положил на две палки Бум! Развел палки И шар улетел И попал в мебель Иногда он просто запускал шар из рогатки Он бился о стену И в дребезги разбивался Кеннету Тайгеру отрезают ухо Нам пришлось отснять это так Кеннет лежал на доске А мы роняли шар Роняли так, чтобы он Пролетел мимо его головы И отрубил ухо у маски Его снимали под углом Но в фильме кажется, что он стоит И ухо отрезается Интересно, что во всех фантазмах Шары становятся все более и более технологически продвинутыми Уже недостаточно, чтобы шар просто встревал в голову и высасывал мозги Как было в первом фильме Теперь он умеет отрезать уши Разрезать на куски И был еще супершар Золотой Он проникал парню в живот Пролезал под рубаху Затем мы видим, как он выходит изо рта Боб сделал огромное опухшее лицо Мы сделали, вернее, Стив Патина Сделал шар с лезвиями Его присоединили к батарейке Актер сидел с большой наклейкой на лице Золотым шаром и лезвиями Потом мы соединяли провода И он начинал сжужжать Это было очень классно Во всяком случае, до этого мы такого не снимали Здорово Есть кадр, где серебряный шар Бьет ангуса по голове Мы сделали модель его головы Не радиоуправляемой, а на проводах В одном кадре у нас вылезало сиреневое существо Похожее на червячка Его выталкивали, и оно двигалось И вот он держит Джеймса А это существо пытается выбраться из него Затем его хватают и вытягивают Потом вытекает желтая жидкость Кадры, в которых высокий человек взрывается в конце фильма Это было то же самое Нам пришлось создать несколько муляжей Это детище Марка Большую часть времени Марк трудился над муляжами лица Ангуса Но было несколько сцен, где нужно было нанести особый грим Гри нанесли Марк и Боб Куртсман Готово, мотор Снято Отлично Класс Видны волдыри А затем мы видим, как они опадают Помню, как они пошли в Ральфс и купили куриную кожу для шеи Посадили ее на клей Было ощущение, что кусок плоти свисает с шеи Отличные кадры, снятые Доном Мы также изготовили руку скелета И заполнили ее цветным желатином Потом покрасили Прилепили эту руку к стене Поставили большой промышленный обогреватель И сняли, как рука буквально тает Она просто стекла В фильме вы видите, как тает его лицо Затем появляются нарывы, спадает желтая кожа и тает рука Затем мы изготовили лицо Ангуса и из пористого материала Пустота внутри была заполнена трубками с воздухом и желтой жидкостью Мы нажали кнопку И все взорвалось Вылетели глаза Вообще мы многое взяли из других фильмов Которые раньше Произвели на нас впечатление Вся эта кровь Свисающая кожа Марк всегда поддавался влиянию Дика Смита Это видно в спецэффектах с кровью И стающими руками Вылетающими глазами Было очень весело Я работал И отрезал высокому человеку палец А он превратился вот в это Господи Куда оно делось? Это был последний фильм, над которым я работал в роли свободного художника Ведь практически в конце съемок «Фантазма 2» мы основали КНБ с Ховардом Бобом и со мной связался Скотт Спигел Он пригласил нас работать над фильмом «Ночная жестокость» Это был первый фильм КНБ Очень низкобюджетный Кажется, нам заплатили всего 3000 долларов за весь грим Днем мы работали на Шоу Сторма, а затем мы с Кертсманом ехали в Пасадену и снимали там всю ночь со Скоттом А утром опять возвращались к Шоу Сторму Было несколько случаев как бы на съемках «Фантазма» Мы с Бобом просто засыпали Ведь мы работали всю ночь Марк спрашивал «Да что с ними такое?» Ему отвечали «Ну, наверное, плохо себя чувствуют» В то время мы перешли рубеж, ведь нельзя вести шоу без опыта К 90-му, всего за пару лет существования компании, мы работали над фильмами «Страшный враг», «Танцы с мертвецами», «Пятая улица», «Хэллоуин 5» и «Темная сторона» С 1988 по 1992-1993 мы начали работать над небольшими фильмами, такими как «Жалость» или «Городские хлыщи» А к 95-му, к 96-му мы уже работали над фильмами «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» А еще начали работу над «Спам» и «Люди в черном» Да, мы вышли на большой экран Нам очень повезло Наши отношения с такими парнями, как Сэм Рэми, Джон Карпентер, Роберт Родригес и Квентин Тарантино развивались Мы работали с ними над многими фильмами Ну и, конечно же, Дон, Дон Каскарелли Мы сняли с ним четыре проекта Мы поработали над «Фантазмом 4», ведь с Доном мы дружим с 1987 года А затем мы работали с Бобом Хаттепом И сейчас работаем с Доном над шоу Что ж, работа окупается Фантазм 2 Фантазм Начало Мотор Начали съемка Дон Каскарелли, автор, сценарий, режиссер Мы снимали «Фантазм» с желанием сделать шоу Вся команда, друзья и студенты Мы были легкие на подъем Дизайнером была моя мама Спецэффектами занимался мой сосед по колледжу Все решалось в процессе Труднее всего было добиться классных спецэффектов при помощи скотча и скрепок Кажется, что у нас получилось Хотя, можно подумать, что это невозможно Но у нас не было временных ограничений съемок Поэтому Все эффекты удались Мы ведь могли снова и снова их переделывать Съемки были любительскими Съемки были любительскими Трюки и каскадеры Некоторые трюки мне не разрешали исполнять самому Реджи Беннистер, сыгравший роль Реджи Иногда я спорил Хороший пример из «Фантазма 3» Пробил твой час, парень В сценарии написано, что высокий человек поднимает бровь И я отлетаю к стене Я взглянул и сказал Был еще один каскадер Гантер Саймон Он должен был исполнять трюк Я сказал, что значит не я Я могу, Джон Полтора метра от стены Я подпрыгну, хорошенько влипну в нее И все будет хорошо Он сказал, нет, Редж Ты не понимаешь Тебе придется отойти метра на три Или четыре от стенки Ну, я уже сейчас не помню К тебе прицепят провод Подтянут к стене Ты ударишься в нее На высоте метров трех И сползешь И тогда я сказал, ну что ж, ладно Ведите Гантера У нас все готово Давай, Джон На три Раз, два, три Пошел Снято Раз, два, три Пошел Он очень сильно Бился об эту стенку На третий раз У них вышло Подвесить его так, как хотелось Упал он уже без сознания Да В третьем фантазме Такое пару раз случалось При исполнении трюков Отлично, да Хорошо Каскадеры Мне нравится Исполнять трюки Но эти парни, они просто психи Боб Айви, к примеру Просто не подражаем Боб Айви, каскадер В третьем фантазме Он перевернулся в катафалке Когда мы познакомились Он сказал, Редж Я перевернусь в катафалке На дороге Это будет мой самый большой полет в машине Все так и вышло И он сделал Мы стояли и смотрели У нас просто душа в пятки ушла Машина разлетела так высоко И пролетела так далеко И при этом она так крутилась Когда она упала Он потерял сознание Его вытащили из машины У него были огромные синяки от ремней Мы спросили, как? Ты в порядке? Да, да Я знал, что вырублюсь Вы можете себе представить Что вы идете на работу Садитесь в машину И знаете, что потеряете сознание Но все равно идете Но я и сам делал Некоторые трюки Когда разрешали Атака гномов Эй! 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 Ладно, начали Снято Снято Ты и так хотел, Дон? Нужно поактивнее Чтобы Реджи... В общем, еще раз Хорошо? Да Эй! Эй! Хорошо Мотор Ладно, вот так Готовы? Сделаем по очереди? Да Начали Готовы? Пошел звук Ладно Хорошо Скорее Давай-давай Езжай 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 Готовы? Мотор Снято Снято О, дерьмо Майк Пошли уходим отсюда Пойдем Черт побери Черт побери Черт побери Майк Черт побери Ладно Майк Пойдем Пойдём, приятель. Идём. Идём. Идём, идём. Идём. Осторожней. О, нет. Снято. Нормально, неплохо. Давайте ещё, только медленнее. Первые три метра – быстро, а потом медленнее. Давайте. Все поняли? Давайте ещё разочек. Смерть высокого человека. А ну, отпусти его! Наливай. Всё. 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 Так, внимание, начали, готовы? Звук, звук пошел, быстрее, так, хорошо, мотор. Снято? Снято. Снято. Извините. Что случилось? Так, готовы? Готовы. Мотор. Взгляни на Реджи. Снято. Взгляни на Реджи. Повешение Майка. Продюсировать «Четвертый фантазм» было очень нелегко. Майкл Болдуин, сыгравший роль Майка, это было трудно. Во всяком случае, непросто. Продолжение следует... Как у нас дела, парни? Все хорошо. Вы готовы? Да, почти. Так, выбивай ящик. Пытайся освободиться. Затем... Твои руки должны опуститься по бокам. Ты вырубаешься. Немножко подними подбородок. Так, глаза закатываются. Да, вот так, неплохо. Секунд двадцать. Тебе нужно попытаться освободиться, а затем вырубиться. Почти смерть, понятно? Ты понял? Да. Отлично. Мотор! 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 Клейка! Мотор. Мотор! Снято Снято Клопушка Так, начали Готовы, мотор Снято Майк в морге Больно не будет Но может быть совсем немножко Майк в морге Майк в морге Майк в морге Больно не будет. Ну, может быть, совсем немножко. Снято. Ангус, прошу тебя, немножечко отойди назад, чтобы было лучше видно. Хорошо? Так. Мотор. Ладно. Начали. Снято. 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 Так. Ты готов, Дон? Готов. Начали. Реджи против шаров. Вот урод. 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 Вперед. Назад. Вперед. Вперед. Готовы? Готовы? Так. Мотор. Пошел шар. Снято. Вперед. Ничего. Ничего, ничего, получится. Камеру на Реджи. Пошел шар. Снято. Снято. Ничего, шар полетел. Хорошо. Снято. Снято. Хорошо, Реджи, начнем снимать Работы очень много Ладно Так, затем дайте Реджи минутку на реакцию Затем сверли, хорошо? Так Начинаем Готовы? Камера на Реджи Пойдем Так, мотор Мотор Снято Так, все готовы? Пошли Рука Мотор Снимаем Хорошо Оттолкни, Редж Оттолкни Снято, снято Мотор Давай, хорошо, оттолкни руку Снято Готово Готово Продолжение следует... Фандом Я считаю, что фанаты фантазма – самые умные, кроткие и чудесные люди Дон Каскарелли – автор сценария, режиссер Может быть, на вид они ненормальные, у них есть пирсинг, татуаж Но зачастую эти страшные на вид люди оказываются умными, добрыми и веселыми собеседниками Всем привет! Я очень рад здесь быть Я понял, что у нас есть фанаты Начал брать участие в шоу Меня все это удивляло, но затем я... Я привык Реджи Беннистер, сыгравший роль Реджи Тогда я понял, что фанатов у нас по всему миру, их очень много Дамы и господа, я хочу представить вам милейшего высокого человека Мистера Ангуса Скрима Он перед вами У фантазма есть фанаты по всему миру Да, они повсюду Их любовь к нам – это очень лестно Обычно я на такие встречи не хожу Был на них только дважды Майкл Болдуин, сыгравший роль Майка Я всегда думал, что приятно встретить уважительных фанатов, которые способны выразить свою оценку нашей работе И это приятно В Нью-Йорке я познакомился с одним забавным парнем Думаю, что на тусовке фанголия Да, точно Так вот, этот милейший господин вытутуировал мое лицо у себя прямо на ноге Потрясающе Прекрасная художественная работа Его заинтересовал фильм Удивительно Каскарелли говорит Ты еще ничего не видал Подними штанину Он поднимает штанину, и я вижу свое лицо Вытатуированное У него прямо под коленом Я не хотел никого обидеть, но пришлось сказать Держись подальше от стола Некоторые были со странностями, но ничего страшного В общем, было даже очень приятно Я такого не понимаю Не врубаюсь Нет Майкл Болдуин долго не хотел Приходить на эти встречи Ангус Крим, сыгравший роль высокого человека До сих пор редко он на них бывает Он боялся Думал, что раз это фанаты ужасов, то они его прибьют У меня был жуткий опыт с фанами Я слегка был задавлен Слишком ревностными Хотя, может быть, и Доброжелательными фанами Ко мне в дом Явился человек в армейском прикиде Билл Сорнби, сыгравший роль Джоди Он вломился в двери, заявляя, что он Новоявленный Ангус Крим Я взглянул на жену Они с младшим сыном сидели за столом И на меня нахлынули воспоминания Я сказал, я не вижу вас в роли Ангуса Крима Скорее, в роли героя, хорошего парня Я спросил, у вас есть сувениры фантазма? Он ответил, нет А я сказал, а вот у меня их много Если я дам вам их, вы уйдете? Может, уйдете, чтобы мы могли поесть? Он ответил, да Я подошел к шкафу Вынул кучу сувениров фантазма со всего мира И отдал ему Сказал спасибо, что зашли До встречи Я иногда езжу на встречи любителей ужасов Лично встречаюсь с фанами фантазма Мне нравится это Особенно с фантазмом Ведь этот фильм предполагает Высказывание зрителей Некоторые отзывы фанатов Очень страстные и странные Они видят то, о чем я даже и не помышлял И это очень интересно Меня заинтриговал персонаж Высокий Человек Он говорил о смерти и о погребении Кристен Дин, фанатка В детстве я мало об этом думала Гай Сорб, фанат Это отличный сюжет Мы будто бы заглянули за кулисы морга Меня это заинтересовало Я купил книги про бальзамирование Очень много читал Будучи фанаткой фантазма В детстве я совершила Много странного Увлеклась катафалками Подглядывала на похоронах Я заинтересовался катафалками После выхода фантазма Я даже купил его себе Последний мой катафалк Это Кадиллак 69-го года Его снимали в Фантазме 2 Джастин Захарчук, фанат Мои родители не могли платить няньке Поэтому я ходил с ними на все фильмы После таких фильмов, как Фантазм Я возвращался домой и начинал рисовать Когда я впервые посмотрела Фантазм То казалось, что в Нью-Джерси его больше никто не видел Не с кем было поговорить Мне казалось, что если все не записать То может потеряться нечто очень важное Мой опыт Поэтому я начала записывать весь фильм Свои впечатления от просмотра в 15 лет Ну и что? Очень интересное чтиво Комикс по Фантазму, который я нарисовал еще в школе Стал моей версией Фантазма 2 Я решил сделать все по-своему Я продолжил с конца первого Фантазма Начало вышло такое же, как и в Фантазме 2 Но сюжет был другим Мои персонажи попали на Красную планету С 1980-го я начал коллекционировать плакаты и открытки из разных стран И каждый раз, когда я ездил на съезд фанов-ужастиков Я покупал все, что мог Теперь эти вещи — редкость Начнем с этой коллекции Это давали первым 50 людям, которые посетили Фантазм еще в 79-м году Я уверен, что теперь это настоящая редкость Я даже на eBay не искал Это голова Ангуса Скрима Ее сделали для потерянной империи в 80-м Я одолжил ее Дону, когда они делали взрыв В конце фильма «Забвение» А вот и маска гнома А это плащ гнома Его использовали во второй и третьей частях А это шар, один из шаров из второй части Много лет назад я поместил объявление в журнале «Фангория» Это отличный журнал Они дали хорошие отзывы Фантазму В объявлении я написала, что хочу переписываться С фанатами Фантазма И мне сразу же ответил Гай Сорб Я еще училась в школе Благодаря журналу «Фангория» Я познакомился с девушкой по имени Кристин Мы дружим уже более 20 лет Благодаря Гаю я смогла переехать в Лос-Анджелес И работать над «Фантазмом-2» Мы жили вместе Мне повезло познакомиться с Кристин Дим Она работала над вторым фантазмом Думаю, мы познакомились через журнал «Фангория» Она написала, что работает над «Фантазмом-2» и знает Каскарелли Я волновался, у меня ведь есть картинки Я обожаю эти фильмы И я спросил, может ли она показать мои рисунки Дон Каскарелли тоже написал мне ответ Иногда Дон нанимал меня на работу В этом году я нарисовал рождественскую открытку к «Фантазму» Мы поддерживаем связь В колледже мы изучали анимацию Нужно было снять анимационный фильм Я снял кукольный персонаж Майкла из «Фантазма» Тогда я решил и гномов сделать тоже В 1998 году Дон Каскарелли поручил мне сделать кое-что для игрушек Макфарлин Они хотели сделать игрушки высокого человека И, возможно, еще гномов Меня наняли сделать эскизы и макеты Цветные рисунки Набор открыток Закончив работу над вторым «Фантазмом» Я начала размышлять над тем, что же делать дальше Раз сиквел еще не снимают Я поняла, что у меня есть Отличная возможность пойти учиться и приобрести знания Многие люди в этой школе признали, что именно «Фантазм» привел их сюда Привет, ребята Мы снимаем «Фантазм-3» Я ознакомил вас с моим другом Гейлом Он прячется Да, мы здесь зависаем В углу На то время я состоял в клубе катафальщиков Дону нужно было снять кадр с 20 машинами Отлично, ведь ему нужно было отснять 20-30 авто А я ответил, что у меня есть то, что нужно Я забрал всех членов клуба и спросил «Вы хотите сняться в «Фантазме»?» Тогда приезжайте на катафалках в Валенсию И вы будете в фильме Все были так рады Я стал координатором по катафалкам в третьей и четвертой частях Было очень весело Особенно в четвертой части Мы с женой вели катафалки в пустыне Мохави Интересный опыт Дон позвонил мне и сказал, что они собираются снимать «Фантазм» дальше Спросил, есть ли у меня машина Он знал, что я тогда был в Филадельфии Он сказал, что дает мне месяц, чтобы я туда приехал Я подъехал к месту съемок Зашел и увидел парня, который в уголке сцены делал шары Я был очень и очень взволнован Раскадровка Фантазм 4 В четвертом фильме у меня было много работы Дон взял меня на должность руководителя сценария И сказал, что я могу также заняться снабжением Я был дублером Майка Лежал на столе И в фильме показали мою руку Потом, в конце, когда шар впивается в шею Джоди Я лежал на столе и попал в несколько кадров В этом же фильме я сыграл труп в Гражданской войне Со мной там есть парочка кадров Было весело Другой труп в гробу играл Роджер Авери Пока мы снимали этот фильм Мне предложили работу над другими фильмами Я взялся за дело и переехал в Лос-Анджелес Я очень благодарна Дону и Ангусу И Реджу за то, что они дали возможность Работать вместе с ними Это изменило мою жизнь Прошедшие 25 лет работы над фильмами Они были прекрасны Я никогда еще не говорила им Сердечное спасибо Что говорю сейчас Моя любовь к фантазму Никогда не угаснет Она всегда во мне За годы круг фанатов Значительно вырос Он рос с появлением каждого сиквела Можно спросить других членов команды фантазма Реджа, Ангуса Которые посидели много таких встреч Очень приятно слышать слово «творец» Да, я снимаю фильм ужасов Но творец Может слышать отзывы своей аудитории Кто-то спросил «Редж, какова это быть знаковой фигурой?» А я не мог ответить точно Вот в чем дело Ангус – знаковая фигура ужастиков А я просто бегущий трус Не хватай меня, нет! Да, это он Он ключевая личность Мне это напомнило Что Британский институт кино Выпустил энциклопедию По фильмам ужасов и фэнтези Было приятно узнать Что мне, как Ангусу Скриму Посвятили в ней несколько строк Они написали, что Ангус Скрим Стал мини-звездой американских ужастиков Да, мне было приятно И я даже написал им Благодарственную записку В ней сказал Мне приятно узнать Что я мини-звезда Я понимаю В моем возрасте Мне навряд ли удастся Стать большой звездой А если за несколько лет я снимусь В паре пристойных фильмов Сделает ли это меня звездой Средней величины? Ну вот, прошло уже несколько лет Ответ я не получил Я думаю Возможно, что они Все еще думают Это рабочая гильотина Ее сделал мой знакомый Он плотник Это подарок На день рождения А вот это маски разных монстров Вот они Их еще в 60-х, 80-х Сделала Дон Пост Студия Это угол психопатов В моей квартире Начиная вот отсюда Фото С автографом Джанет Ли Плакат из дома психопатов И нож из психопатов 2 Вы его узнали Это Антони Перкинс Это тело матери Использованное во вторых психопатах Его сделал Майкл Макракен Гример Это настоящий скелет Она настоящая Хотя кожи нет У меня большие проблемы Правда? Правда С кем? Не знаю С Богом, наверное Ты это о чем? Я катался на мотоцикле По кладбищу А потом начали происходить Странные вещи Не смешно Я видел их Ну, не видел, но Знаю, что они там были Они следили за мной Преследовали Высокий мужчина Смеялся И у него очень страшная улыбка Это было Майкл, малыш Знаешь, что тебе нужно? Мексиканское пиво Пять бутылок Пора двигать Мой маленький братец пьян Хватит, у тебя не выйдет Джоди 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 Привет Ты снова напился Мексиканского пива Мой братец Напоил меня Может, я не вовремя Привет, Редж О, чёрт Извини, детка Сделай этому сосунку Двойную порцию Пожалуйста Двойную порцию Майк Майк Я люблю тебя, братец О, Джоди Извини Извини Что ты делаешь? Мы супер Всё, хватит Прикрой меня, чувак Сюда Сюда Вышла 48 53 Эй А ты вычил аренду подставки для мороженого? Быстро Быстро целуй Что скажет мой босс? А что ты предложишь? Что ты делал вчера вечером? Нянчился с младшим братом Что же я ещё мог делать? Ты такой милый Я не могу Можешь Нет, на самом деле Я приехал в Морнингсайт Я одет как банкир Я хочу сделать небольшой Депозит Депозит О? Да Депозит А Реджи, подожди, друг. Одну минуту. Сейчас. Сейчас. Ты чего? Я думал, ты… Нет. Закрывай. Быстрей. Господи. Что там такое? О, нет. Нужно найти Джоди. Где мой брат? Посмотри, что там с дверью. Сломай её. Встретимся на улице. Слышишь? 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 Думаешь, попадёшь в рай? Нет, ты попадёшь ко мне. Холодно. 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 Дубль 64 Готовы. Камера. Этот засранец, похоже, кусок дерьма. Они не могут жить там вечно. Хоротать жизнь в накидках. Непростое это дело. Ладно, завтра разберёмся. Нужно ещё новую дверь купить. Кстати, а зачем ты её... взорвал, парень? Я пытался спасти тебя, чувак, братишка. Я пошёл к себе. Понял? Продолжение следует...